Электоральная спецоперация, самопереназначение Путина или пьеса «Как Путин» с самим собой состязался. Такие эпитеты выбирали эксперты, описывая электоральное мероприятие, прошедшее в России. Ну а саму Россию теперь называют электоральным султанатом. Европейские лидеры, кроме премьера Венгрии Виктора Орбана, не стали поздравлять Путина. Не сделали этого и в Белом доме. При резкой оценке театрального представления по получению Путина нового шестилетнего срока, Запад все же предпочел воздержаться от непризнания результатов. Это бы повлекло разрыв дипломатических отношений со страной-обладательницей ядерного оружия. Но есть и параллельно идущие процессы. Мир пришел к пониманию, что произошла эрозия международного права. И на это больше нельзя закрывать глаза, говорит немецкий политолог и руководитель российской программы фонда Эберта. С ним мы еще поговорили о том, чего ждать после выборов России и перед какими рисками сейчас стоит Европейский Союз. Владимир Путин в пятый раз победил на выборах. На этот раз у него и рекордный результат. 87,32% при явке в 77,44%. Тоже рекордный. Еще один рекорд по масштабу фальсификации. Издание «Важные истории» исследовало данные цикка и пришло к выводу. Это были самые сфальсифицированные выборы за всю историю России. С момента свержения российской монархии, сто с небольшим лет назад, результат выше, чем у Путина, рисовали себе только Иосиф Сталин и Владимир Ленин. Эти 87% делают любую попытку, даже гипотетическую, борьбы в верхах или расколы элит невозможной. Более того, элиту будут укреплять обновлением, считает Алексей Юсупов. Это интересно тем, что мы увидим, в какой степени происходит обновление элит вокруг Владимира Путина. Потому что все-таки страной правит поколение 70-летних людей, о котором надо задумываться, учитывая, что они планируют надолго, что об этом думают 50-летние. Да, и начиная от младшего Патрушева, заканчивая Хуснулиным, разные самые функционеры, которые действительно хотели бы знать, в чем стратегия развития страны в ближайшие 10 лет. И вот эти перестановки, которые мы, возможно, увидим, многое нам скажут о том, насколько режим занимается долгой игрой, подготовкой смены власти, которая неизбежна. Среди шагов, которые, как ожидается, будут предприняты Путиным после выборов, новая волна мобилизации, налоговая реформа и перестановки в правительстве. При этом Алексей Юсупов полагает, что рокировки будут в первом эшелоне. Я думаю, что это будет эшелон вице-премьеров, это будет переход каких-то губернаторов в федеральные позиции, то есть это будут существенные перестановки. Они за собой, естественно, потянут людей из своих команд, станет понятно, кто из этих команд как укрепляется, что происходит с командой Шойгу, что происходит в Санкт-Петербурге. Останется ли Матвиенко на своем посту, я считаю, например, что на нее надо обратить внимание. Останется лавров на своем посту, то есть люди, которые полезны, но, в общем, понятно, что довольно давно уже занимают места, которые надо освобождать для того, чтобы укреплять свою систему вовнутрь. Юлия Навальная призывала лидеров свободного мира не признавать результаты этих как бы выборов. Однако Европа предпочла ограничиться относительно беззубыми формулировками, называя электоральное мероприятие несвободным и непрозрачным. Дальше этого дело не пошло. Максимум риторической конфронтации на этом исчерпан, считает Юсупов. Действительно, риторика оценки качества выборов более резкая, но надо просто понимать, что, во всяком случае, в немецком контексте, например, нет никакой юридической процедуры признания каких-то выборов легитимными или нет. Речь идет именно о риторической, психологической, символической оценке происходящего. За ней не следует автоматам никаких юридических последствий. Германия признает или не признает только государство. Она, может, раньше не признавала ГДР, какое-то время признавала один Китай, а потом стала признавать другой Китай. Но речь идет о государство. Механизм, в котором правительство делает какие-то выводы и прекращает отношения, или перестает принимать посольство, или разрывает договора после смены власти в какой-либо стране, ее на самом деле не существует. Немецкие СМИ обратили внимание, что первые лица ФРГ называли Путина без упоминания его должности и сделали вывод. Берлин не считает выборы в России законными. Это и есть доказательство осуждения. Правда, чисто символическое, подтверждает немецкий политолог, но предлагает обратить внимание на другое. Мы все еще находимся в тренде, где достаточно тесные отношения Германии и России продолжают подлежать демонтажу. Буквально на днях было предложение с российской стороны признать блокаду Ленинграда как геноцид. Каждую неделю добавляется новая немецкая гражданская институция, которая объявляется нежелательной. Самое последнее – это форум Льва Копелева в Кольне. Я думаю, что мы далеко не дошли до конца. Здесь будет высылка дипломатов, здесь будет объявление каких-то общественных лиц врагами государства, здесь будут преследования немецких журналистов, которые еще будут в России. Отгородиться от России невозможно хотя бы в контексте ООН. Практически единственным общепринятым механизмом признания той или иной делегации, каких-то политиков, как представителей своей страны является комитет по аккредитации при Генеральной Ассамблее ООН. В нем три постоянных члена – США, Китай и Российская Федерация. Мир пришел к голому пониманию. Произошла эрозия международного права. И на это нельзя больше закрывать глаза, констатирует немецкий политолог. Это как история с бароном Энхаузеном, который сам себя может вытащить из болота за свои собственные волосы. Не очень понятно, как реформировать систему, в которой эта реформа должна была бы по логике пойти против интересов тех, кто ее блокирует, находясь в Совете Безопасности. То есть как делать реформу, если на нее не готовы идти Китай, Россия, на самом деле Соединенные Штаты во многом. То есть основные планы реформ вы услышите от стран глобального юга, вы услышите от Европы, от Германии в частности. Здесь есть другой интересный аспект в том, что на фоне эрозии договоров по контролю, в том числе наступательного вооружения, ядерного оружия, а между США и Россией мы действительно вернулись практически в 60-е годы 20-го века с точки зрения распада разных договоров. Есть понимание, что вернуться к этим разговорам можно только вместе с Китаем. Потому что пусть у Китая не такое большое количество боеголовок, как у России, но у Китая наращивают их количество. А Россия настаивает на том, что если вы хотите говорить о новых каких-то мерах построения доверия между ядерными державами, то надо вовлекать сюда всех, в том числе и Францию, и Великобританию. И мы возвращаемся опять в формат пятерых тех, которые и находятся в Совете Безопасности. В этом смысле может быть неожиданно возникнет новое целеполагание, которое придаст старой системе новый смысл. Только в нем эти страны могут договариваться о том, чтобы не придвинуть на всех ближе к ядерной войне. Вопрос о реформировании Евросоюза тоже стоит остро, особенно сейчас, когда предстоят выборы в Европарламент. Недавний опрос, проведенный в 18 европейских странах по заказу Евроньюз, показывает, что евроскептики увеличат свои показатели по всему ЕС. Однако вряд ли смогут войти в коалицию большинства. В парламент они пройдут в больших долях, с обоих краев спектра, потому что популизм, что левый, что правый в Германии и в Европе сейчас, имеет свою определенную конъюнктуру. Это понятно в условиях кризисов, множественных кризисов. То есть Европа проходит через такое количество кризисов, через которое одновременно не проходило, ну, наверное, с конца Второй мировой войны. Энергетический, экономический, миграционный, война на континенте. Ну, в общем, много чего происходит одновременно. И поэтому, конечно, протестное голосование растет и питается этим. Тут у Европейского Союза другая проблема. У Европейского Союза закрывающееся окно возможности себя принципиально реформировать. И для этого нужен Европейский парламент. И эта принципиальная реформа подозревает, что ЕС преобразуется и сделается более дееспособным и перестанет быть зависим от одного члена, типа Венгрии или Словакии, в каких-то вопросах санкций, в вопросах помощи Украины, в вопросах реформ. А это возможно только через вот эту самореформу в сторону мажоритарного голосования. Основная головная боль Евросоюза — право вета, о которой он постоянно спотыкается. Чтобы изменить этот принцип консенсуса, и нужен Европарламент, способный за это изменение проголосовать. Если в него войдет большое количество правых, особенно право радикалов, которым импонирует идея ЕС в виде конфедерации, то эта реформа будет нереализуема, поясняет политолог. Это немножечко пан или пропал. То есть она настолько нужна, что, я думаю, шансы серьезные есть, потому что есть ощущения в политических классах, во всяком случае тех, которые мне понятны, в основном немецкие и в какой-то мере французские, есть понимание, что либо это, либо можно распускать ЕС, потому что он исторически не будет в состоянии справляться с теми задачами, которые перед ним ставит Китай, ставит цифровизация, ставит изменение климата, ставит военные риски и так далее. Если не получится это сделать, я думаю, будет скорее шанс пересборки Европы под абсолютно новым брендом. То есть ЕС не расформируется, но он вот заморозится в какой-то такой вот ситуации, а страны, которым не хватает этого уровня интеграции, придумают что-то новое и наденут это сверху.